Друзья, всем привет! С вами Виталий Погарцев и сегодня снимаю первый выпуск мужской кухни на канале Керамбит. Ну а что может быть более мужским, чем хороший стейк? Да, банальный стейк, но попробую сегодня приготовить стейк не из мраморной говядины, как это должно по идее делаться, ибо мраморную говядину найти достаточно проблемно, да и она достаточно дорогая, а из той говядины, которая продается у нас, ну вот, везде. Немножко, конечно, я привырал, не совсем так. Это кусок телятины, куплен он на рынке у тех людей, у которых я постоянно беру мясо, то есть это хороший теленок, свежий, и куплен не у обыкового, а этого продавца я давно знаю. И, тем не менее, сколько раз я не пытался приготовить стейк из вот нашей говядины, честно говоря, у меня постоянно получается какая-то хрень. То я мясо пересушу, то оно у меня слишком сырое, в общем, ну и нормальный стейк у меня не получился ни разу. Поэтому сегодня чистый воды эксперимент, насмотрелся кучу видео, начитался кучу рецептов. Буду пробовать, что получится из этого я не знаю, так что будем пробовать вместе. Поехали! Сперва я взял свою спайдер-комилитари и сделал небольшие браковые на мясе, чтобы специи лучше впитывались в него. Затем посолил, обильно поперчил душистым свежемолотым перцем, добавил немного оливкового масла и, как следует, промазал мясо с обеих сторон. Пока специи впитывались, я, следует, разогрел сковородку-гриль, а затем обжарил мясо по 3 минуты с каждой стороны. Пока мясо жарилось, я загрел духовку до 160 градусов, затем переложил мясо на противень, закрыл фольгой и отправил в духовку. Минут через 15 мясо я достал и оставил отдохнуть еще на 10 минут. Ну что, друзья, мясо у нас отдохнуло и теперь момент истины, пора попробовать, что же у нас получилось. Выглядело не очень аппетитно, конечно, но посмотрим, что внутри. Да, и внутри оно выглядит тоже не очень аппетитно, не так, как настоящий стейк. Мясо получилось без крови, то есть оно пропеклось, но посмотрим, что у нас по вкусу. По вкусу мясо получилось, честно говоря, тоже какое-то безвкусное, хотя перца я добавил достаточно много и соли тоже. Мягкое, но невкусное. Ну и, конечно, оно во рту не тает, так как должен таять состоящий стейк. В общем, судя в чем, я его однозначно передержал в духовке. Будем дальше ставить эксперименты. Напишите в комментариях, как вы готовите стейки, что у вас этого получается и что мне стоит изменить в рецепте. Но поставьте лайк и приличие, я же все-таки старался. И не забывайте подписываться на канал. Ну, а я пошел замучу какой-нибудь соус, чтобы эта штука была вкуснее. И все-таки его в себя засуну. Ну, а там все. Всем пока и до встречи в сети. Кстати, с грибным соусом мясо получилось достаточно неплохо и весьма сытно. Но, конечно, до настоящего стейка ему еще очень и очень далеко.